Высокая, стройная, с большими карими глазами. Ей бы в модели пойти. Но Милана Галиханова выбрала погонный и служебный портфель. Она уверенно шагает не по подиуму, а от прокуратуры до следственного отдела. Выбор был очевиден для всех, рассказывает Милана. Ведь она – следователь в четвертом поколении. Так как и маме нужно было выезжать на происшествие, и моему отцу меня оставлять было не с кем. Поэтому я с трех лет находилась с собаками в машине. Наблюдала с окна, как мама осматривает место происшествия совместно с моим отцом. У меня уже была своя кроватка, диванчик на работе у мамы в кабинете. То есть я там спала, росла. После окончания института Милана устроилась следователем в полицию, а спустя три года перешла в следственный отдел. И первым же ее делом стало преступление, от которого содрогнется любой нормальный человек – изнасилование ребенка. Женщине и матери пришлось заставить себя отключить все эмоции и включить холодный разум следователя. Я поняла, что преступление не раскрыто, эмоции необходимо убрать. И вот это дело мне очень сильно запомнилось, потому что оно было продолжаемо. На этот период с 2015 по 2018 год. Но в ходе проведения следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, собрав доказательства, у нас, предположительно, подозреваемый по данному уголовному делу признал свою вину. А дело был направлен на суд. Подсудимый был признан вином в совершении преступления, и которому было назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы. В следственном отделе занимаются расследованием особо сложных резонансных преступлений и происшествий профессионально, без эмоций. Только так можно добиться результата. Но в некоторых моментах нужно собрать всю волю в кулак, что порой бывает сложно даже мужчинам. Бывают ситуации, когда хочется написать заявление об увольнении, считая, что будто я не справляюсь, будто я уже не выдерживаю. В летнее время у нас очень много утопленников из числа несовершеннолетних. Выезжать на такие происшествия, я даже не могу объяснить состояние. То есть свое состояние, когда я должна осмотреть труп ребенка, опросить очевидцев, дать поручение оперативным работникам, эксперту. И когда просто возле колен, или просто облокотившись на тебя, может стоять мать, которая просто задает тебе вопрос. А за что? А что мне делать? Но Милана, говорит, прекрасно понимала, куда шла и какие дела придется расследовать. Снять груз напряжения помогает тир, спорт и прогулки с ребенком. Так что к работе она всегда приступает со свежей головой. В месяц Милана Галиханова расследует 7-8 дел, и каждая доводит до конца. Иногда миловидная внешность следователя вводит в заблуждение. Ей даже пытались предложить взятку, но… Раньше они, да, действительно были, пока люди не понесли ответственность за это. То есть мной было сразу сообщено руководству. И дальше уже оперативно-расследовательными предприятиями данное лицо было привлечено к ответственности. Что защитники, что иные лица, они знают, что подходить лучше не стоит с таким вопросом, с таким предложением. Про упорство и твердый характер единственной девушки-следователя нефтекамского отдела знают все, с кем ей приходится работать. Уважают и ценят ее не только коллеги, но и руководство. По итогам 2020 года она стала одним из лучших следователей республики. 25 июля отмечается День сотрудника органов следствия Российской Федерации. Накануне профессионального праздника в региональном управлении Следственного комитета наградили лучших сотрудников. И Милана Галиханова получила благодарственное письмо за профессионализм и безупречную службу из рук руководителя республиканского ведомства Дениса Чернятьева. Поздравляю, товарищи-святанты. Победу вас с нами. Служайся. Марина Медвинская, Азад Давлетшин. Время новостей.